Элио Пикчерс Лимитед представляет Фильм Димитрия Лагазетиса Потерянный ангел В фильме снимались Элисон Истуд Джад Нельсон Николас Селози Второй Си Томас Хауэлл Невали Эдвардс Юджин Липинский в роли детектива Зелински Джон Рис Дэвис Композитор Тревор Моррис Оператор Пол Мичник Продюсеры Николас Селози Второй и Фредди Брейди Авторы сценария Николас Селози Второй и Димитрий Лагазетис Продюсер и режиссер Димитрий Лагазетис Юджин Лагазетис Юджин Лагазетис Юджинune Юджинually Стоять. Несместно. Ты слышишь меня, осел? Если подожжешь полотенце, ты очень сильно пожалеешь. Брось мечку. Брось мечку. Брось мечку. Может, лучше сказать правду? Нет, 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 нет. Пистолет лучше. Да. Конечно. Черт. А представь, что я чувствую. В каком смысле? Это же я сказал. Бросай спичку. Следствие все установит. Проклятие. Послушайте, все так рады, что мы его взяли, поэтому проблем не возникнет. Радость скоро пройдет. Кстати, в прошлый раз пиво покупал я. Лучше что-нибудь покрепче. Что ж, пойдемте. Идем. Когда он понял, что арестован, он понял и то, что все это время просидел в собственной блевотине. Прошу прощения. Мы же за столом. Я же просила двойной. Ладно, хорошо. Принесите мне четвертной. Спасибо. Это уже третий. Зато буду хорошо спать. Это уж точно. Как младенец. Что там были за надписи на месте преступления? Зачем тебе это нужно, Бэнкс? Мы ведь его взяли. А может, вы взяли не того? Перестань, Бэнкс. Извини, я не хотел. Не оправдывайся. Надписи были красного цвета, а в подвале мы нашли три банки из-под краски. Нужно внести это в дело. Это косвенные улики. Этот парень выслеживал Пам Моррисон две недели. Вот она и обратилась в полицию. Бэнкс, ты хотел бы, чтобы он ее убил? Нет, просто внесите это в дело. Мы уже привлекали Уолл за убийство Фишберна в прошлом году. Которую он действительно совершил. Но его оправдали. Бэнкс, скольких он уже убил? Двух? Трех человек? Нам известно, что двух. Но Пам Моррисон не тот случай. Он хотел, чтобы мы нашли ее. Подумай. Он сделал какие-то надписи. У предыдущих двух убийств совсем другой почерк. Он скидывал трупы в реку. Да, он избавлялся от тел. Надеюсь, он получит вышку. Я тоже. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Куда собралась, дорогая? Кто здесь? Не уходи. Подожди. Отец Кевин. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Инспектор Палмер Все это до боли знакомо. Да? Мы взяли не того. Четыре часа назад была убита органистка в церкви Святой Риты. Прямо здесь? Не думаю. Саду борьбы не обнаружено. Этот кретин снова что-то намалевал на стене. Кто вызвал полицию? Проезжавший мимо охранник. Его сейчас допрашивают. Он увидел свет в подсобке и вызвал полицию. Получается, он убил ее в другом месте, а тело перетащил сюда. И это произошло в течение последних четырех часов. Ты уверен, что почерк тот же? Да, как и в случае с Па Моррис. Такая же подсобка, те же самые надписи. Нужно этим серьезно заняться. Значит, четыре часа назад... Брайан Уолл в это время находился в больнице. И все же он может быть причастен. Лучше алиби не придумаешь. Человек лежит в больнице с простреленной ногой. То есть завтра его выпустят? Да, и он будет на вас жаловаться. А ношение оружия? Били. Пока что не нашли только нож. Тот же почерк. Ввел ее наркотик, замучил и сбил до смерти. Но не изнасиловал. Да, как и в случае с Па Моррисом. Возгляните на алтарь. Это не сексуальное убийство, а религиозное. Скорее, обрядное. Что говорят криминалисты? Никаких зацепок. Профессиональное убийство, совершенное с особой жестокостью. Но они на сексуальной почве. Между ними было что-нибудь общее? Они знали друг друга? Пока что неизвестно. Но они обе ходили в католическую церковь Святой Риты. Брайан Уолл работал здесь с тодушем. И у него есть сообщник. Это серийный убийца. Бэнкс, кто это такой? Не заикайтесь про серийное убийство, а то ФБР подхватит эту версию. Уже подхватило. Драклядь. Вы только что нарушили одну из заповедей. Я отец Брайан. Извините, просто мне невыносимо, когда люди истязают и убивают. Что ж, тогда опустим эту тему. Вы знаете, что это за надписи? Это клинопись. Что? Первый языковой знак человечества. Он возник более 5000 лет назад в Шумирии. Позже стал использоваться в Акаде и Вавилоне. Отсюда берет начало наш алфавит. Конкретно этот знак похож на вавилонскую версию. И что он означает? Этот символ означает начало дня. Рассвет. А вот этот – следующий день. А этот, что посередине? Смерть. Полагаю, убийца дает нам понять, что каждый последующий день нас ждет новый труп. Добро пожаловать в нашу команду. Но самое странное то, что наставник этой женщины, отец Кевин, был ведущим специалистом по расшифровке этой письменности. Джулиан, его нужно найти. Встречи с осведомителем. Хорошо. Бэнкс, покажи святому отцу снимки трупа Моррисон и предыдущего знака. Ладно. А ты чем займешься? Вы в порядке? Просто супер. Отвези меня домой. Хорошо. Поганая свинья. Решила меня закрыть, но не вышло, да? Иди и занимайся своей работой. Я буду за тобой следить. Есть решение сюда. Вы не можете к нему приближаться? Теперь лучше оглядывайся по ночам. Мне все равно делать нечего, так что я приду. Давай, убей меня. Вы тоже не должны к ней приближаться. Я оставлю дверь открытой. Я приду и вышибу тебе мозги. Я подстрелила тебе ногу, а теперь подстрелю задницу. Субтитры сделал DimaTorzok от тебя воняет. Я вырос в сиротском приюте. Цивилизация обошла меня стороной. Ты, похоже, ванну не принимал больше месяца и столько же не чистил зубы. В парке есть нормальный туалет. Там антисанитария. Тебе нужно хоть немного привести себя в порядок. Я помогаю тебе только из-за денег. Слушай, мы взяли не того парня. Брайан Волк – психоубийца. Уверяю тебя. Согласен, этот кретин любит позабавиться с огнем. Но он не убивал Морриса. Говорю тебе, это он. Ты послал нас по ложному следу. Все коту под хвост. Вы сами облажались. Я не виноват. У нас еще один труп. Да. Пока Брайан сидел в тюрьме. Ну а я-то здесь при чем? Убийца подвешивает все трупы на складах. На складах? Да. Знаешь что-нибудь об этом? Съезди в западный округ. Ты что-то знаешь? Сгоняй в западный округ. Откуда такая информация? Это дело рук бродяг. Им за это платят. Каких еще бродяг? Таких же, как и я, которым нужны деньги. Они взламывают склады и затаскивают туда трупы. Кто? Кто за это платит? А вот этого я не знаю. И кто эти бродяги, я не скажу. А выжить бездомным очень трудно. А мне не нужны враги среди своих. То есть бомжам платят за то, что они избавляются от трупов? Нет, нет. Этого я не говорил. Тогда что? Говорю тебе. Съезди в западный округ. Он очень подавлен, но все же он вас примет. Спасибо, Маргарет. Вы знакомы? Билли. Это Маргарет. Пять лет она заменяет Ацукевину уши. Я церковный секретарь. Прошу вас. Вчера вечером она была здесь? Она занимается допоздна. До которого? Я ушла в семь, она еще была здесь. А кроме нее? Только отец Кевин. Но он глухой и не слышал, когда она ушла. Кроме этой, есть еще дверь? Та, что выходит на задний дворик. Ясно. Вот здесь все и произошло. С чего вы взяли? Он был здесь. Я чувствую. Она выбежала к своей машине, которая до сих пор здесь стоит. Достала телефон, чтобы позвонить в 911 и споткнулась об мусорное ведро. Уверена, на телефоне мы найдем ее отпечатки. Это Палмер. Пусть криминалисты быстро подъедут к церкви Святой Риты. Почему вы так уверены? Вы ведь к этому моменту ушли. Но никто ничего не слышал. Здесь же был только глухой священник. А соседи? Я уже расспросила их. Кто вы? Вы были здесь? Это монах Теддиус. Я забыла, он был здесь. Вы что-нибудь слышали? Он не разговаривает. Один глухой, другой немой. Замечательно. Уверяю вас, здесь ничего не случилось. Маргарет, поймите меня, я не могу основываться на ваших догадках. Это не могло здесь произойти? Только не здесь. Это вступительные слова обряда Джанасарет. Отец жертвует своего первенца Урокеану. Я отдаю своего первого сына Баалу взамен на его милость. А это... Жертва, приносимая на протяжении 20 дней. Одну секундочку. Святой Отец, вы уронили деньги? Он глухой, читает по губам. Я хотела убедиться в этом сама. Вот. Возьмите. Книга написана в 19 веке. Можно посмотреть? Джанасарет. Они боготворили Урокеана. Так звали дьявола перед тем, как он получил имя Люцифер. Моисей послал войско, чтобы по приказу Бога уничтожить Джанасарет. Левитам были переданы глиняные таблички с надписями. На протяжении четырех тысячелетий обряд Джанасарет производился сотни раз. Со дня начала обряда и до его завершения каждый день происходило жертвоприношение. И все жертвы должны были быть найдены. А для чего производился обряд? Принеся 20 жертв, человек мог впоследствии править в аду под покровительством Урокеана. 20? Да, так что теперь это будет происходить и днем, и ночью. И закончится только по истечении трех недель. Святой Отец, где вы провели последние сутки? Здесь. Нет, я вас ни в чем не подозреваю. Просто мне кажется, что ваша жизнь в опасности. Все эти действия нацелены против вас. Убийца знает ваше увлечение и убивает ваших прихожан. Вы мне можете что-нибудь рассказать? Что касается исповедей, то нет. А что, в исповедях было упомянуто что-то связанное с этим? Я не могу сказать. Вы не хотите, чтобы убийства прекратились? Это ваша работа. Святой Отец, спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Итак, у нас два послания. Отец жертвует своего сына Баалу. И каждодневная жертва, приносимая на протяжении 20 дней. То есть планируется еще 18 убийств, предположительно в день по одному убийству. В Лафаэте был подобный случай. Отомстили священнику и иезуиту. Наш убийца, оскорбленный юноша, мучил и убивал своих жертв, придерживаясь спиритуальных обрядов Игнатиуса Лайолы. Он убил всех прихожан, и в каждом отдельном случае он воплощал новый обряд. Мы установили слежку за священником, и когда появился убийца, мы его взяли. А он что здесь делает? Пришел задать тебе несколько вопросов. Детектив Зелинский прикреплен к расследованию убийства Моррисон. Брайан Уолл подал жалобу на наш отдел, завтра нас всех будут допрашивать. Ребята, за работу! У нас каждый день всплывает новый труп. Что здесь происходит? Продолжайте. Инспектор Палмер, у меня есть к вам несколько вопросов. Не сейчас. Если вы не понимаете, то я вам скажу, мы здесь не бездельничаем, а работаем. Святой Отец, прошу вас, продолжайте. Так вот, возможно, наш подозреваемый, это белый мужчина с искалеченным детством, католик, прихожанин церкви Святой Риты. А может, сторож? Отстаньте от этого Брайана Уолла. Пока он главный подозреваемый. Но только у него есть железное алиби, притом по вашей вине. Бэнкс, он был сторожем в этой церкви, следствие ведь установило это, или я не прав? Он прав. Билли, его уже отпустили. Возможно, первое убийство совершил он, а второй его подельник. Или же второе убийство просто скопировал кто-то другой, мы пока точно не знаем. Но думаю, он причастен, я в этом уверена. Хорошо, я приставлю к нему человека. Да, самого лучшего. Плюс пошлите людей в церковь и в дом пастора. Джулиан, что у тебя? Мой парень посоветовал проверить склады в западном округе. Ясно, а он сказал, откуда у него эта информация? Слухи, Билли, слухи. Продолжай с ним работать. Он мне уже надоел. Каждый раз, когда я к нему прихожу, он начинает жаловаться на свое детство в сиропском приюте. Прочислять все склады в западном округе несложно. Да, но беда в том, что каждый последующий день готовить нам по новому трубу. Придумайте что-нибудь лучшее. Ты там? Да. Ну что? Ничего, кроме снега. Понятно. Слушай, а ты... Что я? Ну, в смысле, со своей напарницей. Отвали. Не злись. Мне просто любопытно. Да, мы с ней помирились. Я и сам вижу. Она ведь твоя напарница. Напарница? Ну, не совсем напарница, скорее босс. Босс. Я же сказал, мы с ней помирились. И правильно сделали. Мне было просто любопытно. А что такое, тебе нечем больше заняться? Похоже, у нее очень бурная личная жизнь. Какая там личная жизнь? Ну, с такой сестрой. А что с ее сестрой? Я сам хотел тебя спросить. Я же сказал, отвали. Черт, пролил кофе. Замечательно. Бэнкс, твои парни упустили Олла. Так что теперь ищи его сам. Приятно было пообщаться. Пошел ты, Бэнкс. Проклятье. Кто внутри? Монах Тедиус и глухой священник. Никто не заходил, никто не выходил. Вижу, ты измучился. Все, иди поспи. Давай. Ты уверена? Да, я тебе это говорю весь день. Давай, я сменю тебя. Давай. Ладно. Если что, звони. Посмотрим. Никаких посмотрим. Звони. Пока. ПРОДОЛЬНЫЙ ЗВОНОК Продолжение следует... Кто-то убил его и перетащил сюда, пока я все это время сидела в машине. Я ничего не слышала и не видела. Ты нашел Брайана у Олла? Нет. Теперь убедился? Мы упустили его, и вот тебе труп. Падре, скажите, что это? Это означает пастух. А что это, я не знаю. Пастух? Пастор, в смысле священник? Нужно приставить к нему охрану, у него есть враги. Только поделикатнее он может расстроиться. Знаете, я просто поражаюсь. Вы что, кого-то покрываете? Смотрите, если я что-то узнаю, вам не сдобровать. Господи, Билли! 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 Продолжение следует... Доброе утро. Может, хоть джинсы наденешь? Слушай, дай мне денег на покраску волос. И позволь сделать завивку. Тогда я от тебя отстану. Никаких крашеных волос, никакой завивки, никаких татуировок и никакого персинга. На всех стаканах следы от твоей черной помады. Купи себе что-нибудь более стойкое. Что случилось? У меня сегодня разговор с ребятами из службы внутренних расследований. И что ты будешь делать? Врать. Про твою сестру снова напечатали. Я не хочу об этом говорить. Простите. Эта инспекторша живет здесь? Вы ее сестры? Да нет, не переживайте. Она задержала парня, который избил меня. А когда я прочитал, что про нее написали в газете, мне стало обидно. Она прекрасный человек. Спасибо. На нее оказывают... Огромное давление. Да. Куда вы идете? В школу. Вы когда-нибудь слышали о группе Металлика? Кто же не слышал? Мало кто об этом знает, но они сегодня дают концерт в клубе Астарт на Оуклаун. Правда? Можем вечером встретиться, и я вас проведу. Обещаю. Ладно. Это вавилонские письмена. Здесь говорится, что у пастуха умирает стадо. А вы тот самый пастух. Ясно. Может, поговорим все-таки? Отлично. Итак, вы были здесь. Да, я сидел в этом же кресле. А где был монах Теддиус? Келье монаха Теддиуса вот здесь. То есть, прошлой ночью вы были здесь одни? Когда вы в последний раз видели Теддиуса? За обедом. Он вам что-нибудь говорил? Нет, нет. Вы что? Монах Теддиус дал обед молчания. Мы общаемся только через интернет. У вас сохранилось его последнее сообщение? Билли. Этот человек праведник. Пока я не найду других подозреваемых, буду отрабатывать его. Вот. Последнее сообщение от монаха Теддиуса. Ясно. Скажите, а из церкви есть какой-нибудь потайной выход? Нет. Ваш дом держали под наблюдением четыре человека. Он хорошо освещен. Видны были все выходы. Может, вы, наконец, перестанете лгать? Прошу вас извините. Я что-то очень сильно устал. Сходи в суд и получи всю информацию по отцу Кевину и по церкви Святой Риты. Я имею в виду возможные иски, судебные запреты, полицейский отчет и, в общем, все, и побыстрее. Подвал? Ты точно не хочешь провести выходные сады? Не в этот раз, Бэнкс. А где Джулиан? Я отпустила его домой, чтобы он поспал. Забы. Сажу, принесу ключ. Не надо, у меня кое-что есть. Не ты ли клевать, что никогда не используешь отмычки? Просто сейчас нет времени. Да уж. Замечательно. Ключ Теддиус от венного погреба. Так, картина начинает проясняться. Значит, он открыл дверь и оставил ключ здесь. Но как он ее закрыл? Не знаю. Теддиус, вероятно, спустился сюда за вином и получил бутылку ПГД. Так сказано в заключении патологоанатомов. Преступник, должно быть, знал, что он спустился и поджидал его. Иди сюда. Взгляни, он оставил нам визитку. Видно, знал, что мы тоже спустимся. Может, это для отца Кевина? А как он выбрался? Почему ты говоришь, он? Может, это женщина? С чего ты взял, что женщина способна на такое безумие? Я же видел тебя в деле, забыл. Нет. Женщина не станет оставлять одежду на монахи и раздевать других женщин. Это дело рук мужчины. Иди сюда. Кажется, я что-то нашла. Отлично. Теперь мы знаем, как они вышли отсюда. Установим здесь наблюдение. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Он подходит по всем показателям. Воспитывался в этой церкви. Был мальчиком в алтаре. Затем увлекся оккультизмом. Затать отец Кевина сгнал его. После чего парень начал ему мстить. У меня еще что-нибудь есть? У нас нет. А у ХБР? Сейчас посмотрю. Фред Роллинс поменил прежний имя на Курату. Фамилии нет. Владелец ночного клуба Астерт. Есть сообщник. Брайан Уолл. Которого ты так и не нашел. Ищем, Билли. Ищем. Этот символ найден на месте преступления. Что это за слово? Пастух. То есть отец Кевин? Похоже, мстят именно ему. Выспался? Да. Полегчало? Еще как. Что? Еще один друг? Да. Но, к счастью, появилась зацепка. Парень по имени Курата, владелец ночного клуба Астерт Науклаун. Рассадник наркоманов и почитателя дьявола. Боже мой. Возьми Курату под круглосуточное наблюдение и внедри в клуб кротов. Понял. И узнай про него у своего осведомителя. Он потребует наркотики, а у меня их нет. Возьми у меня в столе. Как ты узнал про западный округ? Значит, из-за этого вернулся? Ты ошибся насчет Брайана Уолла? Нет. Я просто хотел его подставить. Убрать его с улицы. Больше не вздумай так делать. Понял. Хорошо. Клянусь Богом, я заберу тебя на свалки. Я понял, понял. Тебе знакомо имя Курата? Нет. У него клуб науклаун. Называется Астерс. Там торгуют наркотой. Да. И еще что? Не знаю. Что, больше ничего не знаешь? Нет. Брайан Уолл его сообщник. Хочешь сказать, Уолл прикрыл его? Что еще ты знаешь? Классно вас провели, да? Пронесли труп, а вы не заметили. Ты был там? Не знаю. Ты меня так накачал наркотой, что я ничего не помню. Я накачал? Мама. Перестань. Хватит дурачиться. Господи. Проклятые бродяги. Группа по расследованию особо важных дел состоит из трех инспекторов. У каждого из которых в подчинении несколько детективов, которых мы сами выбираем. Я выбрала Джулиана, потому что считаю его лучшим. Здесь не курят. А я не курю. Как вы вышли на Брайана Уолла, инспектор? Нам дали нару. Кто? Агент. Конкретно. Не знаю. А кто знает? Лейтенант Бэнкс. Не мешают в расследовании этого дела. Не знаете, кто? Кто? А вы переваршите эти газеты и узнаете. Вы мне не ответили. Мы осведомим. Кто? Видите ли, у каждого из нас есть наработки в делах, связанных с убийствами, проституцией, наркотиками, и мы доводим их до логического завершения. Другими словами, вы используете любые средства. Мы будем их использовать, пока вы используете свои. Нет, не будете. Обращайтесь ко мне, инспектор, или мэм. Я веду свое расследование, и вы не лезьте. Они плохие полицейские. По улицам бродят серийные убийцы, а вы связываете руки лучшим кадром. Плохой полицейский ты. Мы много о вас знаем, Билли. Много, но недостаточно. Я бы хотел поговорить о том, что случилось 17 марта 93-го года. Что там происходит? Просто мы кое-что откопали. Вы зашли слишком далеко. Как случившееся 17 марта 93-го года повлияло на вашу работу? Ну-ка, повтори. Для меня не существует половой дифференциации. Ударишь меня, я ударю тебя. Ладно. Собираетесь выдвинуть против меня обвинение? Нет. Я собираюсь тебя выволить. Базит, вы ведете себя как два кретина. Я его предупреждала. Она напала на меня. Через неделю ты будешь уволена. Тебе это не сойдет, друг, папа. Не сойдет, поняла, сучка. Тебе это не сойдет. Ты не сойдет. Ты не сойдет. Не сойдет. Не сойдет. Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Билли, ты куда? Что случилось? Девушка рядом с тобой? Добро пожаловать на наш канал! 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 Что, милая, хочешь меня застрелить на глазах стольких свидетелей? Нет, Билли, опусти пистолет. Опусти. Ты что? Мы как раз хотели позабавиться. Эй, мразь. Ладно, идём внутрь. Скажи, Сэнк, что ты там делала? Билли, ты что, хотела его застрелить? Ты вообще понимаешь, насколько он опасен? Его подозревают в убийстве. Извини. Я не знала, я просто хотела развлечься. Я правда очень испугалась. Всё, успокойся. Только пообещай, что ты больше не пойдёшь в этот клуб. Обещаю. Знаешь, а ты стильно выглядишь. Да. Как за трапезная фотомодель. Послушай, ты должна некоторое время посидеть дома, ладно? Ладно. Слушаю. Макью упустила его. Как? Он вернулся в клуб. После чего, не знаю, как будто куда-то испарился. Его точно там нет? Да, да, мы осмотрели всё помещение. А его машина? Она на месте? Да, машина здесь, а его нет. Чёрт. Прости, я виноват. Ладно, я съезжу в церковь. Прости, я виноват. Кто здесь? Кто здесь? Да. Это Бэнкс. Вы его взяли? Церковный секретарь. Что? Ещё один труп? Угадала. Здесь весь город. Так, всё, разойдитесь. Детектив Палмер, это правда, что вы больше не возглавляете расследование? Извините. Сколько людей уже погибло? Много. Это правда, что вы стреляли в безоружного человека? Мы пришлём вам чек. Успокойтесь, я отвечу на все ваши вопросы. Смотри под ноги. Что это означает? Я не знаю, инспектор. А вот это я знаю. Это очень просто. Четыре и шестнадцать. Четверо мертвые, осталось шестнадцать. Лучше бы я его убила. Где Курата? Дома, приехал около часа назад. Скажи своим людям, чтобы они прекратили слишком. Что? Но он же главный подозреваемый. Я сама им займусь Бэнкс. Это как-то связано с тем, что произошло в клубе? Нет, просто у нас очень мало времени. А этот парень держит своё слово в день по человеку. Долбанный психопат решил превратить нас в зрителей своего шоу. Но у нас ничего нет против Курата. Но он, как никто другой, подходит по всем параметрам. Вот именно. Как никто другой. Святой Отец, вы ведь хорошо знаете Библию, и, похоже, в ней есть кое-какое предписание, в котором говорится, что можно врать, лишь бы не разглашать церковные секреты. Инспектор. Я говорю о туннеле, в котором побывала я и наш убийца. Я знал, что вы его найдёте. Итак, для чего он? Он был построен бывшим владельцем дома. Он связывает дом с могилой его жены. Правда, она сейчас вся заросла. Она находится в восточном лесу. Кто ещё об этом знает? Никто. Мы тоже об этом не знаем. Мы обнаружили его случайно. Тридцать лет назад. Откуда у вас этот шрам? Билли. Не вмешивайтесь. Отвечайте. Меня порезала женщина. За что? Я пытался удержать её. От чего? От грехопадения. Есть вещи, которые я не желаю обсуждать. Я бы очень хотел забыть о них, но не могу и не должен. И я не буду обсуждать это с вами. А что вы знаете о Курате? Вы отлучили его от церкви. Я не считаю правильным обсуждать тех, кто был отлучён от церкви. Может, вы его разговариваете, иначе я выдвину против него обвинение? Отечество. 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 Простите. Вы знаете, что делать? Нет, я не знаю. Не подпускайте сюда эту женщину. Вряд ли теперь это возможно. Она же всё знает. Делайте то, что должны. Об остальном позабочусь я. Останьтесь в машине. А вы надолго? Не знаю. Послушайте музыку, расслабьтесь. Это моя сестра. Понятно. Так, так. Это частный клуб. Куда ты ищешь вчера вечером? Вчера вечером. Я был на дне рождения. И там я услышал последнюю новость. Да, про очередное убийство. Поздравляю, инспектор. Тебя кто-нибудь запомнил на этой вечеринке? Да, да, все 120 человек. День рождения был у меня. Мы справляли его в Мэйсон Джок. С днём рождения. Что это? Вот ты и попался, голубчик. Ну, это форменная подстава. Думаешь, если я оставил пальчики, то ты сможешь меня закрыть? Чёрт, аз два. Меня выпустят через минуту. Диспетчер, докладывай 28-й. Пожалуйста, зафиксируйте. Только что задержан подозреваемый на Сьера 902 Мэри 4. Да, прав, у задержанного нет. Сейчас я обыщу его автомобиль. Это бред какой-то. Заткнись. Стоять! Спасибо, Падре. Вы вовремя. Так это и есть подозреваемый? Мотив установлен. Он угрожал отомстить церкви Святой Риты. И как давно? У него нет алиби на время убийства. Глухой священник мог бы это подтвердить. Этот парень сильно разозлил меня. Уверена, я не ошиблась. Я очень на это надеюсь. Нашли что-нибудь? Ничего. Вообще ничего? Нашли наркоту и какую-то порнуху, но ничего серьезного. Господи, хоть бы это было. И что теперь? Ничего не протоколируйте. Что она намерена делать? Если бы я знал шеф, то, наверное, бы я отговорил ее. Это 50 баксов, что он расколется. Не думаю. Думаю, обойдемся без них. Раздевайся. Да пошла ты. Я говорю, раздевайся. Нет. Ты слышал? Раздевайся быстро. 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 Спасибо. Садись. Тебе не нравятся сильные женщины, да? Хочешь меня трахнуть? Нет, трахнуть я тебя не хочу. Что? Ты не хочешь меня трахнуть? Да. Что? Да. Да, я хочу тебя трахнуть. Не дергайся, он у тебя не стал. Что? Постой, выгляди чуть-чуть. Как ты собираешься меня трахнуть? Дай мне минутку. Напрягись. Что, не получается, пока не убег? Давай, напрягись. Ван, вей вот меня. Зачем ты это делаешь? Ты отсюда не высказать, все зашло слишком далеко. Мне нечего сказать. Я не хочу умирать. Не вешай мне лапши на уши. Клянусь Богом, отпусти меня домой. Пожалуйста. А с чего это я должна тебя отпустить? Потому что я не делал этого. Ладно. Но ты будешь хорошим мальчиком и дашь полицейским свою кровь на анализ ДНК. Хорошо. Поганая сучка. Это было самое настоящее психотическое извращение. Возьмите у него сперму, кожу и волосы. Он убийца? Нет. Я задействовала все психотические рефлексы, присущие серийным убийцам. Что это значит? Как я ни пыталась, эрекция не произошла. Он мог сдержаться? Нет. Нужно быть очень хорошим актером. Как ты. Съезжу к глухому священнику. За ним следят? Хочу его допросить. Нет. Иди отдохни. Это приказ. КОНЕЦ КОНЕЦ Постарайся не шуметь. У меня дети. Да? Мальчики, девочки. Кто у тебя? Слышишь? Иди в свою комнату. Две девки. Но свою беду слишком смазливые. Будущие матери-одиночки. Да? Иди в свою комнату. Иди в своей комнате. Да? 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 Иди в себя. Иди в себя. Давай трахнемся прямо здесь. Черт, зачем тебе нож? Девушки отдыхают. Дернешься. Убью. Не трогайте мою сестру. Не вздумай кричать, поняла? Не делайте ей больно. Не сделала. Билли. Мы просто поиграем. Билли. Билли, что происходит? Послушай, сын, все будет хорошо. Билли. Не бойся. Билли. 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 Сэнд, Сэнд, можно войти? Да. Всё будет хорошо. Не волнуйся, я не дам тебя в обиду. Билли, о чём ты говоришь? Ни о чём. Можно я останусь здесь? Нет. Пожалуйста. Так больше не может продолжаться. Я должна знать, что ты в безопасности. Билли, всё нормально. За обедом я разговаривала с Томмой. Отец заставляет его заниматься спортом, а он хочет стать журналистом. Я очень хотела с ним погулять, но затем поняла, что в таком состоянии, в котором я сейчас, лучше никуда не ходить. Когда ты за мной приехала, я была очень напугана. Я не могла уснуть. И я подумала про себя. Как же мне всё это надоело. Я так от всего устала. Я пригласила Тома на дискотеку. Не побоялась. Правда. И что он сказал? А ты как думаешь? Согласился, конечно же. Ты не перестаёшь меня удивлять. Да, я попала в автомобильную катастрофу. Но я не должна страдать из-за этого. И ты тоже. Я очень люблю тебя. Жаль, что меня там не было с тобой. Ты даже не представляешь, как мне жаль. Прости. Представляю. Я позаимствовала твою одежду. Ну что ж, Настя, можешь забрать всё. Ты настоящая сердцеедка. Это правда. Сердце мне нужно одно. И есть я его не намерена. Ты не представляешь, как я за тебя рада. В комнате тоже всё поменяешь. Но Бритни Спирс я сразу слушать не смогу. Это процесс постепенный. Всё правильно. Что это? Автобус. Автобус. Да, Азраэл отреклась от меня, поэтому теперь на автобусе. Ну всё, пока. Пока. Всего хорошего. Автобус. Ты мне уже надоел. Поэтому давай всё на чистоту. Так, они нашли его. Ты ведь что-то знаешь, да? Да, я кое-что слышал. Да. И что? А ты мне поверишь? Говори. А если это правда, я принесу тебе ещё. Я слышал, что кто-то охотится за ушами пастора. За отцом Кефиром? Он служит в церкви Святой Риты. Кто это сказал? Нет, нет, нет. Этого я тебе не скажу. Что, хочешь избить меня? Кто тебе это сказал? Так, от ребят услышал. От бродяг? От своих дружков? Ты думаешь, ты лучше нас? Ты такой же, как и я, просто выпендриваешься. Да что бы ты сдох. Теперь руки будут вонять всю неделю. Значит, священник следующий? Да. А может и нет. Нет. Я поднял глаза и увидел тебя. Затем я посмотрел на неё, но перед моими глазами была уже ты. И я моргнул тебе, потому что ты мне понравилась. Я не знаю, возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, она подумала, что я смотрю на неё, поэтому после игры подошла ко мне и захотела, чтобы мы вместе... Сандра Палмер? Сандра Палмер? Да, это я. Вас хочет видеть, сестра. Хорошо. И ты пойдёшь с этим человеком? Это не в первый раз, когда за мной в школу приходят полицейские. Ты что-то не договариваешь? Моя сестра полицейские. Она всегда занята. Обычно чем-то очень важным. Сэнд, когда доберёшься до места, позвони. Играет музыка. Мы не кофе. Он мне сказал, что кто-то охотится за ушами пастора. Это значит, что отец Кевин следующий. Нет. Мы должны уберечь его. Да, конечно, просто сейчас я вспомнила его секретарю. А Маргарет? Да, помню, вы назвали ее ушами отца Кевина. Скажите, ее все так называют или только вы? Все, кто связан с отцом Кевина. Если это правда, нужно будет допросить информатора Джулиана. Хорошо. Он так и сказал уши? Да, так и сказал, охотится за ушами пастора. Найди ее. Да, и почему вы не сказали мне правду про отца Кевина? В смысле? О чем вы? Вы сказали, этот символ означает слово пастух. Да, пастух и его стадо. Но дело в том, что этого символа здесь нет. Он появляется потом. А вот этот символ появился при убийстве Моррисона. И я хорошо помню, что отец Кевин сказал, что он означает слово «отец». Думаю, вы правы. Я ошибся. Я же говорил вам, что я в этом деле не эксперт. Но отец не в смысле священник, а в смысле отец и его сын. Убийца сына отца Кевина. Постойте. Вы ставите под удар репутацию священника. Я попрошу вас позвонить в Ватикан и узнать, существует ли записи о том, что отца Кевина есть сын. Быстро! Или я поручу это Бэнксу? Я буду делать это в приватной обстановке. Хорошо. Билли, послушай, возможно, все это вранье. Он один раз уже ошибся насчет Волла. Не так уж и ошибся. Неужели все это звучит как полное безумие? Нет, нет, он осведомлен. Просто не нужно верить ему до конца. Инспектор Палмер, на третьей линии вас спрашивает парень по имени Том. Он сказал, что знает вашу сестру. Соедините. Билли Палмер. Инспектор Палмер? Это Том Стюарт. В общем, я... Короче, я парень с Сент. Она с вами? Нет, а что? Я попросил ее позвонить мне, когда она приедет, но она так и не позвонила, и я волнуюсь. Я не понимаю тебя, Том. Ну, вы же сами послали за ней в школу полицейского. Том, я никого за ней не посылала. Мне тоже показалось это подозрительным. Машина, в которую она села, не была похожа на патрульную, но я записал номера. Я соединю тебя с детективом Уиллисон, ты ему все расскажешь. Не вешай трубку. Уиллисон, это Билли. Переключись на вторую линию, кеми заявления. Билли, ты куда? Мы нашли Брайан Уолл, и с ним какая-то девушка. Составь славесный портрет моей сестры. Билли. Знаешь, сколько ты будешь гореть? Недолго. Твоя сестренка знает, что это я. Она придет за тобой. А вот это нам как раз и нужно. Я прав? Ты вовремя? Сэнд, как ты? Я знаю, ты хочешь посмотреть, и я не на чем без тебя. Брось пушку. Брось пушку. Руки за спину. Руки за спину. Что, не ожидал? Брось пистолет, напарничек. Брось пистолет, живо. Давай. Я что сказал? Быстро. Продолжение следует... 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 Отмените скорую. Пришлите коронера. Ты говорил, что твой осведомитель рос в сиротском приюте. Да, верно, он рос в сиротском приюте. Привези его к нам, это приказ, напарник. Надеюсь, Билли, единственный неповторимый. Не сомневайся, буду ждать твоего звонка. Черт, мне нужен морф, а у меня его нет. Я позвоню другу в отдел по борьбе с наркотиками, он поможет. Все подтвердилось? Ты сын отца Кевина, так? О, господи. Ты убил стольких людей. Как ты это вычислил? С твоей помощью. Я должен арестовать тебя. Дай мне вначале убить его. Нет. Ты ведь тоже убиваешь людей. Мы не такие уж и разные. Я ловлю преступников. А он невинный человек. Невинный? Невинный? Он держал меня в клетке. Дважды пытался задушить меня. Мама спасла меня. Он каждый божий день терзал ее тело и душу, пока наконец не прикончил. Он и меня мучил. Это была невыносимая боль. А те люди, которых ты убил, для чего ты это делал? Ты... Ты послал меня следить за Брайаном Волом. Он пришел в церковь моего отца. Я снова увидел его после стольких лет. Я разозлился. Это ты. Ты во всем виноват. Я должен отвезти тебя. Брайсон. Вспомни тех людей. Это должно закончиться. Здесь и сейчас. Идем. Джулиан. Что происходит? Билли? Билли? Я не знаю. Я... Я... Я пришел. Он не существует, да? Брайсон. Я... Я остановил Брайсона. Он это ты. Боже. Кайсон. Боже. Кайсон. Я остановил его. Остановил. Остановил. Кайсон. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Добро пожаловать в Казахстан!